Сегодня военная прокуратура Казахстана представила видеозапись допроса Владислава Чаваха, где он рассказал о том, что КНБ не дает разрешения на то, что мне дали продолжение. Но такую статью, которая не существует по этому закону. Мы должны зайти в зал суда, и в зале суда он будет высказать про претензию. Девушка, вы секретарь судей? Секретарь судей. Нет, как ваше имя, фамилия? Потому что вы нарушаете, мы на вас должны подавать суд. Имя, фамилия. Процесс открытый. Процесс открытый. Ну так вы должны пропустить всех. Но пропустите нас на процесс. Процесс открытый? Нет, процесс еще не начался. Но при чем тут это? Мы должны зайти, подготовиться, выстоять камеры. Только подождите. При чем мы это самое? При чем мы должны ждать? На каком основании вы пристав? Вы не превышаете своей. Вы не превышаете своей. Нет этого. Своей. Вы не имеете права нам заходить, я имею права, но судья должен там, в сходе процесса. Есть уголовная статья, превышение служебных полномочий. Должастных полномочий. Это раз, одна статья. Вторая статья, значит, на тебя попадает, это препятствие работе СМИ. Видишь сколько? И все они сейчас записывают. И все они свидетели. И мы все знаем свои трудовые права. Вы же не имеете права. А судья там решает, вести нам записи или нет. Он скажет, что судья, а ты должен там присутствовать и исполнять решение судей. Без разрешения какие с ними есть? Извините, вы можете начать процесс, чтобы мы все были в зале? Какой процесс? Вы ведете дела? Нет, никакого вот такого процесса. А что без разрешения сейчас? А что значит нет процесса? Пять часов же сегодня. Без разрешения почему же СМИ? А, без разрешения, но судья-то у нас должны знать законы. Должны поставить руководство, что СМИ. Это публичное здание, здание государственного учреждения. СМИ должен обосновать причины, по которым он запрещает снимать. Подождите, сейчас выйдет. Какой судья? Какое дело тут у нас должен быть? Судья останула. Остану, конечно. Подождите. По закону, смотрите. Нам, мы должны быть в зале суда. Судья за процесс открытый. Это там уже судья решает. Не превышайте полномочия. А декция... Дело уже приняло общественный резонанс. Поэтому нет смысла возражать. Уже 10 минут, 12 минут, почему мы 45 минут ждем? 45 минут мы ждем, нам ничего не поясняют. Пойдемте. Пойдемте. Говорят, пойдемте. Обязайте, что случилось. Порядь, соблюдайте здесь. Хорошо. Здесь идет процесс. Какой еще процесс? Ты уже ссылаешься на процесс. Начинается процесс. Ты уже ссылаешься. Как он может начинаться без зрителей? Журналисты возмущаются. Можно? Можно вас. Сейчас, вы подождите пока. Что? Подождите. В смысле? У вас одежда не соответствует. Одежда не соответствует? Шортик. Извините, я как-то в Алма-Ате нормально захожу. С каких пор адрес-код существует? Все, не орите, уже начался процесс. Не мешайте. Кто запретил мне обходить? Я запретил. Положение. У вас нельзя так. Где это положение? Покажите мне его. Покажите мне это положение. Какая статья закона? Какая статья уголовно-профессионального кодекса? Если это самоуправство, за это самоуправство вас это самое. Продолжение следует. Кроме того, из представленного письма следует то, что дело по постановке Евтихеева Петра Владимировича от 06-07-1969 года на постановенное место жительства в Республике Казахстан. Было рассмотрено ДКНБ Палматинской области в соответствии с пунктом 3 статьи 6 закона Республики Казахстан о национальной безопасности. Принимать на гражданство Республики Казахстан или оформлять вышеназванного заубежного гражданина по заявлению или по личному обращению на постоянное место жительства считаем нецелесообразным. В связи с этим просим отсрочить его заявление сроком на один год. То есть данное письмо носит рекомендательный характер. До этого вам приходилось миграционные дела в СССР? Да. А вот это было такое, чтобы в деле было письмо из КНБ? Видите в чем дело. Данные требования статьи главы 36 прим 4 были введены в 2011 году. С 2011 года практика по таким делам еще не сложилась. То есть практики по такого рода делам просто нет. Спасибо. Спасибо.